Добрый день, шановные собры! Меня зовут Александр Горный и мы протягиваем знамя нашей вандролки по отсиденному осеннему городу Гродно. Город Гродно в свою историю изведал шмат лихолетцев, войнов, але наибольшая разбурение в его истории покинули минавито пожар. Сегодня поговорим про историю пожаров города Гродно. Многие часы основным наш город Гродно был драуляным городом. И как смагаться с пожарами люди выращали и рабили полные супрец пожарные меры. Так, в 1870 году была побудована первая в городе драуляная пожарная колонча, однако она не смогла уратовать город от одного из самых великих пожаров в его истории. В мае 1885 года почался саправдный пожарный апокалипсис в городе. За три дни пожару была знищена фактично третья частка города. Были спалены коляк 500 будинков. Город перетворился в одно великое пожарыще. Городская интеллигенция и городские влады одразу почались обновлять город от наступства пожара. Вельми активную роль в этом одобряла письменница Лиза Ажешко, якая вылучала великие суммы сродков на обновление города и на забудову города не драуляной забудовой, а минавито каменной. Вельми цикавый факт, что в 1885 году один из своих филетонов гробницкому пожару присвятил починающий российский письменник Антон Павлович Чехов. Как больше активно смагаться с пожарами, у початку 20-го стагодзя замест драулянной каланчы была побудована цаглянная каланча, якая захавалася до нашего часа. На сегодняшний час каланча выходит в доме пожарной ховы и является очень интересным туристическим объектом. Например, каждый день о 12 часов на самый верх каланчы поднимается трубач и играет разные цикавые мелоды. С самого початку своего иснования гробницкая каланча никогда не губляла свою функциональную особенность. Она завсёды да помогала сочыть за пожарной ситуацией в нашем городе. На сегодняшний час у пожарной каланчы находится вельми цикавый музей пожарной справы, який рассказывает гостям нашего города да и самим городянцам об особенности пожарной справы, об охове суперспожарной в нашем городе и про историю боротьбы с огнем. Место заходжения гробницкой каланчы в самом центре города створялась не только приватный туристический объект, но и саправды – символ нашего города, який можно встретить на выявах подарунков и иных разных молюнках нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok